всем привет с вами дмитрий урсул это 33 выпуск quick news или точнее сказать 1 2022 году кстати напишите как у вас прошли новогодние праздники оклемались ли вошли вы уже в рабочее русло я лично вошел сразу у меня уже с 4 января начались небольшие гастроли я успел съездить в пермь и съездить в ижевск 5 7 числа соответственно с концертами в рамках нашего шоу queen scorpions вместе сергей марутюновым был как всегда круто было много народу то есть все-таки люди решились не сидеть по домам и послушать классную музыку ну и конечно же более подробно я в своем блоге обязательно расскажу об этой поездке и плюс у меня еще планируется много поездок феврале и в марте так что будет много чего интересного ну а мы пока давайте посмотрим что произошло в музыкальной индустрии напоминаю что quick news это выпуск новостей из мира плагинов и музыкального оборудования за по прошедшее время и давайте посмотрим что сначала 2022 года произошло и начнем сразу с первой новости поехали теперь dolby atmos официально пришел в россию в физическом воплощении а именно в виде первой студии которую построила warner music russia при поддержке специалистов из компании dolby и соответственно эта студия заточена теперь под формат 7.1.4 то есть там можно сводить полноценно миксы и это не так просто то есть это не просто поставить большое количество колонок вокруг себя там есть специальные настройки есть специальная программа такой кодировщик называемый dolby atmos render и вот собственно разработчики из dolby помогали консультировали наших строителей наших проектировщиков студии чтобы эта студия была максимально заточена под dolby atmos звучание и теперь там можно реально сводить треки как говорят сами владельцы студии изначально они попробовали работать в формате бинаральном как вы знаете об этом говорил в обзоре обновления 10.7 logic именно благодаря этому обновлению вообще dolby atmos вошел в нашу звукорежиссерскую среду гораздо легче чем пользователи других секвенсоров но так или иначе dolby atmos набирает обороты в первую очередь из-за того что компания apple подключила на своей платформе apple music этот режим то есть теперь можно отдельно загружать специальный dolby atmos файл через дистрибьютора на эту платформу и есть пользователь будет включать у себя например на airpods про или airpods max этот самый бинаральный режим то ваш файл будет точнее ваша песня будет уже воспроизводиться не в стерео формате а вот в этом самом dolby atmos формате и так как бинаральный режим это все-таки такой некий компромисс программный об этом я тоже говорил то вот владельцы суде решили не идти на компромиссы построить непосредственно студию который именно под заточена под формат работы вот по системе 7.1.4 но очень здорово очень интересно послушать первой работы кто интересный из наших артистов первый прям сделать сведение именно исключительно в 7.1.4 довольно интересно в общем будем следить за новостями компания стайнберг тоже решила войти в новый год с такими большими крупными заявлениями а именно она намерена обновить формат плагинов на точнее не обновить а скажем так отказаться от устаревшего формата речь идет о формате вести 2 те кто работают в кубейсе или работали наверняка знает этот формат плагинов причем он поддерживается не только продуктами штайнберг но еще и сторонними производителями такими например эйблтон life тоже поддерживает вести формат и много других программ и самое интересное что в ст 2 уже давно считается как бы устаревшим то есть стейнберг еще помысл 18 года намекали что пора уже от этого формата отказываться также как свое время apple на системах маг сделала за ну скажем так запрет на 32 битное приложение и постепенно еще поддерживал их а потом вовсе отказался вот по той же дороге сейчас пошли штайнберг и решили тоже отказаться от вести 2 уже официально и далее до двух лет издали всего 24 месяца на то чтобы все разработчики плагинов скажем так не ленились а переконвертировали все существующие популярные свои плагины в формат в ст 3 это уже как бы текущий формат более актуальный он на самом деле уже тоже присутствует не один далеко год на рынке но в ст 2 в ст 3 как бы шли друг с другом об руку и часто многие плагины устанавливаются в обоих этих форматах и соответственно те кто пользуется кубейсом например они могут тот и тот формат загружать но вот скоро поддержка официально в ст формата в ст 2 формата прекратится и у нас останется только в ст 3 и конечно же пользователи немножко боятся что некоторые компании будут не поспевать переходить на в ст 3 формат хотя в принципе два года это достаточный срок но посмотрим мысли за новостями когда у нас 32-битный код с макой собрали тоже многие переживали из-за каких-то очень старых плагинов которыми продолжали пользоваться даже с помощью 32 lives или лифс такой программы вы наверняка и узнаете но это ушло в прошлом я лично вот вообще никак не заметил отсутствие 32-битных плагинов в своей работе мне достаточно 64-битных все что нужно но было переведено вовремя и я думаю что то же самое сделают разработчики и для формата в ст 3 неожиданная новость прилетела от яндекса оказывается яндекс решил купить компанию band link и в принципе я так понимаю сделку уже практически состоялась и для тех кто не знает но я уверен что все слышали band link band link это такой сервис который позволял создавать короткие линки для своих релизов то есть у вас выходит например какой-то сингл вы можете сделать такую некую единую страницу где у вас ваш сингл будет доступен на всех площадках и любой пользователь может перейдя по одной ссылке попасть на ссылки всех площадок и вас перейти на ту площадка которой он пользуется то есть это очень удобный сервис не нужно было у себя там где-нибудь на стене или день в профиле выкладывать все ссылки на отдельные магазины там спортифай apple music так далее теперь достаточно просто выложить ссылку перейдя по которой уже ваши пользователи смогли бы во первых и клип сразу посмотреть на этой странице там можно подключить youtube видео на эту страницу также можно посмотреть везде где доступны эти этот релиз доступен таких магазинах и самое главное что там можно было еще дополнительные всякие новости писать можно было даже мерч продавать и так далее но конечно band link был интересен не только этим там еще были платные услуги по возможности продвижения и сбора более точной аналитики и вот собственно яндекс заинтересовался этим сервисом именно с этой точки зрения то что яндекс намерен улучшить свой формат работы яндекс музыки именно больше ориентируясь на музыкантов то есть если я нас музыка сейчас пока больше ориентирован на пользователей непосредственно те кто музыку слушает то они хотят еще и немножко так скажем так заигрывать с теми кто собственно эту музыку пишет и загружает и это очень здорово яндекс музыка в этом плане молодцы посмотрим как band link будет существовать уже под предварительством яндекса хотя яндекс заверяет что band link останется под своим брендом будет работать как такая некая самостоятельная система но будет работать в сотружестве с яндекс музыкой со всем вот этим вот все это и вот скажем так сетью яндекс музыка и посмотрим станет ли это прорывом для band link будут ли им там еще более активно пользоваться и пользоваться сам главный его дополнительными услугами вот по аналитике по выстраиванию отслеживаний по сбору информации о релизах и так далее в общем будем следить за новостями друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тинькофф банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом себе на новый год в качестве подарка я прикупил вот такой вот замечательный мониторинг контроллер от компании audi and называется нейро если вдруг вы не знали о таком почитайте меня просто задался вопросом у меня был довольно старый контроллер решил его обновить и посмотреть что на рынке есть напомню что у меня есть сабвуферы мне обязательно нужно было нужен был отдельный выход на сабвуфер чтобы можно было включать и отключать и так далее и вот я нашел собственно этот девайс безумно доволен уже две недели на нем работаю шикарный звук очень чистый и многие обзоры тоже его рекомендуют такой не сочтите за рекламу но я просто делюсь своим опытом не действительно очень понравился этот девайс и я тут задался вопросом вообще вот что делать если нет монитор мониторные ручки отдельные потому что не у всех она есть у меня например звуковая карта rme у нее нету на корпусе управления ручки мастер громкости именно из карты то есть да можно докупить специальную отдельный пульт продающийся от компании раме где тоже такая по сути есть крутилка как такой монитор контроллер но это не совсем то потому что если например хочется опять же подключать сабвуфер или добавлять еще пару мониторов то все-таки удобно держать некое устройство которое позволяет быстро переключаться между этими разными этапами прослушивания плюс здесь еще можно выбирать разные источники то есть можно подключить два компьютера и слушать на одном и том же звуковом оборудовании два разных источника звука ну или там три и так далее то есть это довольно удобно это здорово и такие девайс на самом деле довольно много сейчас на рынке и на самом деле на этот рынок вошло первое такое устройство которое выплачено полностью в цифровом виде и этот устройство называется ground control и представляет из себя просто такую системную как бы программу который работает на системном уровне примерно так же как и работает например референс от sonar works то есть это такой некий контроллер который постоянно активен и он перед как такой некий аудио драйвер в виртуальный он перераспределяет потоки звуковые внутри мака и соответственно отправляет их туда куда вам нужно то есть на физические выходы например вашего аудио устройства то есть по сути это такой же мониторный контроллер только вместо джеков для коммутации или xlr мы используем просто вную внутреннюю цифровую маршрутизацию это довольно здорово и уже многие похвалили эту программу хотя я лично поначалу скептически относился но на самом деле это очень удобно для тех кого нет мониторингового контроллера но есть например карта с несколькими выходами вы можете использовать его то есть просто открыть мониторный контроль на своей звуковой карте на максимум и использовать уже вот этот программный программное решение как такую некую большую глобальную ручку громкости внутри системы да понятно что это не физическая ручка она где-то висит у вас там в среди окон приложение на ее кстати можно всегда за нажать чтобы она была всегда поверх всех окон это довольно удобно но самое главное в том что она обучается по меди то есть вы можете на самом деле использовать любой свой меди контроллер у вас есть меди клавиатуры на которые есть какие-нибудь крутилки фейдеры и так далее и вы можете их назначить на управление вот этой вот контрольной панели то есть по сути вы можете за там по моему 50 евро она сейчас стоит по скидке вы можете просто купить себе мониторный контроллер который при этом не нужно подключать проводами не нужно располагать на столе а можно просто всегда его использовать и держать открытому себя на рабочем столе и самое интересное что там можно перенаправлять разные сигналы от одного приложения в другое приложение то есть это по сути как вот такая программа loopback вы наверняка про нее слышали я про нее часто рассказывал я часто пользуюсь вот например для записи видеокурсов и это по сути такое же устройство только больше сфокусированная визуально под все-таки ручку громкости чтобы работать и там есть все функции такие как сбавление громкости например на 15 децибел так называемый dim кнопка также переворот фазы и все прочее там моно и все чем обладают современные мониторинговые контроллеры в общем если вам интересно переходите по ссылке в описании читайте про этот контроллер и если вам нужно приобретайте пока действует промокод и скидка ну и напоследок бесплатный плагин этого выпуска это плагин от t-rex и q81 который себя представляет эмуляцию аналогового эквалайзера не 81 и q и это довольно классный и такой можно сказать аутентичный консольный эквалайзер ну или такой прям эквалайзер и он шикарен для подкрашивания для раскрашивания у меня он есть полной коллекции t-rex который у меня куплено давно и я им периодически пользуюсь довольно интересный плагин есть конечно же подобные плагины и у других разработчиков но вдруг если у вас вашей коллекции нет то вот можно до 31 января абсолютно бесплатно получить его себе в коллекцию для этого нужно просто подписаться на новостную рассылку создать аккаунт у айкей мультимедиа либо уже если у вас есть аккаунт зайти к себе в аккаунт и там найти промо такой промо экран где можно прям себе добавить в свои продукты этот плагин то есть там прям надо быть нажать на кнопку и дим то есть как бы запросить и в результате чего этот плагин привяжется к вашему аккаунту пусть он нужно будет просто скачать продукт менеджер это такой специальный установщик от айкей мультимедиа который управляет всеми вашими продуктами залогиниться в него через свой аккаунт и просто у себя увидите доступное приложение до точнее доступные плагины для скачивания и его собственно скачать и активировать и напомню что предложение действует до 31 января поэтому поспешите и переходите по ссылке в описании забирайте этот плагин ну что ж на сегодня это были все новости обязательно пишите в комментариях что вам понравилось что вас удивило забрали ли вы себе этот плагин и q81 и конечно же напишите как вы встретили новый год вошли ли вы уже в рабочий режим и может быть себе что-нибудь тоже купили как я себе купил подарочек на новый год может вы тоже что-то подобрали обязательно пишите мне интересно и конечно же вступайте в наш чат telegram если вы еще не там мы всем рады приходите мы там обсуждаем logic pro мы там обсуждаем работу с плагинами какие-то проблемы и так далее довольно у нас там уже живо много людей чат постоянно активен и я тоже там постоянно нахожусь отвечая на вопросы поэтому если вы еще не там welcome конечно же подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать новые видео потому что здесь у нас не только какой quick news еще также выходит видео по лоджику также я скоро буду выкладывать видео по различным плагинам которыми я сам постоянно пользуюсь своей практике буду такой делать некий свой личный субъективный обзор того или иного плагина в общем оставайтесь на связи потому что будет много чего интересного в этом году и увидимся с вами в одном из следующих видео подписывайтесь оставайтесь с нами с вами был дмитрий журсул всем пока